Всем привет! Меня зовут Байрам, я руководитель компании Empatica. Мы занимаемся разработкой мобильных приложений. Не на заказ, мы делаем свои и выпускаем на глобальный рынок, как англоязычный рынок. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как идея, откуда ее взять для своего мобильного приложения. Зачем вообще нужны мобилки, где они лучше, а где хуже, где не стоит использовать мобильные приложения, где достаточно ограничиться компьютером, то есть веб-проектом. Поэтому третье, о чем мы поговорим, это хорошо у вас есть идея, как проверить, что она нравится не только вам, но еще хотя бы ста другим людям, и что у нее есть потенциал быть компанией, а не просто остаться никому не нужным продуктом, потому что я напомню, что подавляющее там, по-моему, если мне память не изменяет, 80% приложений, которые есть в App Store, их не скачивают более чем сто раз. Ну, то есть, чтобы не остаться в аналог истории App Store, и как это сделать, каким образом прийти к этому. И самое последнее, что, вот, например, есть такой очень крупный, крупный инвест-фонд, Sequoia Capital, они, например, вложили в Facebook на ранней стадии, у них есть такая очень хорошая подсказка для принятия решения. Если, например, на вашу идею, которую вы придумали, не было или нет аналогичных продуктов, то, значит, скорее всего, ваша идея никому не нужна. То есть, как бы это стрёмно ни звучало, в 99,9% мне кажется, это правда. Но вместе с этим нужно понимать одну вещь сторонником которой был Стив Джобс, это что человек не знает, что ему нужно. Он никогда не скажет, что, никогда бы не сказал, что ему нужен айфон. Нужно просто наблюдать за человеком, за его потребностями, за его неудобствами, и через эти неудобства находить то, что может решить его проблему и сделать это так, как поможет ему. Вот, собственно, об этих вещах мы и поговорим. Давайте начнем с идеи, откуда она берется. Вот у вас появилась идея. Я надеюсь, что она есть, потому что если нет, то я подскажу, как ее можно найти. А у вас появилась идея своего продукта мобильного, и самый главный вопрос, который я бы задал себе, это какую проблему он решает. Поверьте, это не так легко ответить на этот вопрос. Ну, давайте, например, зададим вопрос, какую проблему решает Facebook или Одноклассники, или ВКонтакте. Если вы внимательно подумаете, то все эти три социальные сети решают совершенно разные проблемы. ВКонтакте в основном до поры до времени решало проблему, где скачать бесплатный фильм или музыку. Тот, который закрыт. Как бы вы, как бы не называл себя ВКонтакте в социальной сети, это основную потребность, которую он решал. Просто я надеюсь, что скоро эту лавочку прикрою. Во многом, кстати, популярность ВКонтакте приписывается именно этой особенности, что можно легко найти нелегальные фильмы и музыку. Фейсбук на заре своего продукта, на заре своего начала Фейсбука, Фейсбук решал проблему узнать, какая девочка или мальчик ходит на тот или иной курс в вашем университете. Он не решал проблему встретить старых друзей, встретить одноклассников, с которыми вы учились в школе, и узнать, вышли ли они замуж или женились, сколько у них детей, какой у них автомобиль и так далее. Проблема, которую во многом решают одноклассники. Поэтому, будучи одной и той же социальной сетью, по своей сути и называясь социальной сетью, проблему решают они совершенно разные. И в этом плане мне очень нравится подход. Я не помню, в какой книге прочитал, но он говорит, что... Я сначала на английском скажу, потом переведу, что build painkillers, not vitamins. То есть создавайте болеутоляющие, а не витамины. И дело очень простое, что я все продукты делю на витамины и болеутоляющие. Что такое витамины? Их можно принимать или не принимать. В принципе, вам плохо не будет от этого. То есть вам может только стать чуть лучше от витамин. А painkillers или болеутоляющие – это то, что решает вам вашу самую насущную проблему. Если вы не решите с этим при помощи этого продукта, то у вас будет «болеть». В кавычках. Поэтому основная идея – найти тех людей или найти ту проблему для тех людей, которые являются болью, а не витамином для этих людей. Тут очень, мне кажется, хороший пример заключается в том, что в нашем продукте, когда мы сделали продукт для отслеживания строения, мы считали, что когда нам задавали, а как бы какую проблему решает, мы реально затруднялись ответить. Мы говорим, ну блин, прикольно знать, как себя чувствует твой друг, есть что, поддержать его не нужно. Но в целом, и подтвердили показатели первых трех месяцев существования на рынке, в целом всем нравилась эта идея. Все говорили, о, блин, прикольно. Ставили. Но на следующий день возвращалось примерно 30% людей, которые поставили этот продукт, а через 7 дней только 5%. То есть, что показывает этот показатель? Называется показатель удержания, ретеншн. Что мне показывает? Мне показывает, что идея, конечно, прикольная, но она не та, которая решает какую-то боль, к которой ты возвращаешься. Когда же мы увидели, что вот в этом всем сегменте пользователей есть небольшой сегмент пользователей, которые стабильно отслеживают свое настроение несколько раз в день и пользуются продуктом с коэффициентом возврата 65% на следующий день и 30% спустя неделю, на секундочку, это самые, ну как бы, это эталонные показатели популярного продукта. То есть, Facebook, Spotify, вот такие сервисы, они имеют у Facebook даже выше показатель после 7 дней. Мы поняли, что есть специфическая аудитория. Когда мы начали с ней общаться, мы поняли, что это люди с биполярным расстройством, которые жизненно необходимо постоянно отслеживать свое настроение. А боль, которая у них есть сейчас, это то, что они делают это в бумажной версии. А в бумажной версии они эти бумажки теряют, они не могут, бумага не напоминает вам, они забывают иногда отмечать настроение и так далее и тому подобное. Мы решили эту проблему. И самое главное, раньше они с кипой бумаг приходили к психотерапевту и показывали им, сейчас они проходят со своим телефоном, точнее, они так и так всегда ходят со своим телефоном, открывают график настроения, смотрят, когда у них было плохое настроение, открывают, когда именно, в какой момент кто был рядом чем они занимались и начинают обсуждать это. Мы решаем конкретную боль конкретных людей. Моральную боль, не физическую, тем не менее. Поэтому очень важно понять, какую боль вы решаете. Не является ли ваш продукт то, что называют nice to have? То есть, хорошо бы было. То есть, витамин. Вот это очень важный аспект, если вы уже придумали. И как понять, что это боль? Чаще всего, если эта боль есть, то вы в реальном мире найдете следы этой боли и следы попыток решения этой боли. Пример. Люди хотят болтать в пробках между собой, шутить на эту тему и так далее. Как они используют Яндекс.Карты? Они делают разговорчики. Они сначала, не было разговорчиков, ставили ДТП и приписывали какую-нибудь смешную штуку или пытались познакомиться. Когда Яндекс заметил, что это делается, они добавили разговорчики. Допустим, как найти следы, что люди, допустим, в колледжах хотели знать, на какие курсы ходят другие из их коллег, например, понравившаяся девушка. И как это решалось? Когда подавались списки на тот или иной курс, все хотели получить эти списки. И люди организовывались в дискуссии, типа, а кто пойдет на... Ну, задавался вопрос, типа, в форуме, кто пойдет на этот курс. И, по сути, всегда, если эта боль есть, ее следы, ее попыток решения вы найдете в реальном мире. Вторая большая идея – это, что, допустим, у вас нет своей идеи, как ее можно найти. Мне кажется, самый простой способ – это увидеть, это называется симпатическим проектированием. Вы наблюдаете за людьми, когда они не тем продуктом, каким-то продуктом решают не ту проблему, для которой предназначен этот продукт. Ну, самый банальный пример – в ресторане у вас шатается столик, вы берете меню и подкладываете под столик. Меню предназначено не чтобы его подкладывать под столик, но вы решаете этим. Значит, есть проблема неправильного использования. И, скорее всего, эти люди не откажутся от того, если вы им дадите продукт, который решает эту проблему лучшим способом. Чаще всего идею можно найти, увидев след в оффлайне по поводу ее. Хорошо, у вас есть идея, или вы нашли, что есть след в реальном мире, который пытается… Ну, что эта боль есть, и ее пытаются решить не тем продуктом. Вы… У вас есть видение, как это решить. Вы делаете… Вам надо проверить. Вы делаете прототип. Что такое прототип? Прототип – это упрощенная, сильно упрощенная версия вашего продукта. Иногда она даже не существует физически. То есть это может быть набор рисунок, картинок. Если мы говорим о мобильном приложении, то это набор макетов, которые позволяют передать идею, каким образом будет решена проблема. В частности, в нашем случае мы делаем набор таких картинок, и мы делаем возможность эти картинки… И такие программы существуют. Они дают возможность какую-то область картинки выделить и сказать, что при нажатии на телефоне на эту область покажи картинку номер два. Собственно, в итоге вы картинку организуете в то, что называется у тех, кто разрабатывает под веб-сайт, статический прототип. То есть это не приложение. Это набор картинок, у которых активны некоторые зоны, и вы можете нажимать на них и переходить на другую игру. Вы показываете людям, которые испытывают эту боль. Вот это очень важно, потому что иногда вы можете пойти к своим друзьям, но не факт, что у этих друзей будет эта боль. Как понять, что у чувака есть эта боль или нет? Вы приносите ему прототип, а он говорит «Да, прикольно». Чаще всего вы не решаете его боль. Это вообще не боль для него, ему этот продукт не нужен. Но просто потому, что он ваш друг, ему не канает сказать, что «Чувак, извини, но у тебя как бы…» Я не знаю, зачем это нужно. Поэтому… А, есть другая категория друзей, которые считают себя умнее всех на свете, и тогда они вам скажут кучу других комментариев, но обычно не про эту боль, они скажут «Ну, вообще тебе нужно было делать не приложение для устройства, для отслеживания эмоций, а приложение а-ля редактор фотографий, потому что вот я когда сижу на работе, я могу с фотошопом редактировать, но когда я еду в метро, я не могу редактировать, и было бы прикольно на мобильном приложении редактировать в фотошопе». Ну, то есть вы понимаете, что это… Он вам рассказывает вообще про другую идею. Да, конечно, можно взять эту идею и потом реализовывать, если достаточно найдете людей. Но основная идея – прийти с прототипом к тем людям, чью проблему вы решаете, чью боль вы решаете. И набор комментариев от них всегда будет очень конкретный. Он никогда не будет расплывчатый. Он будет… Да, прикольно, и там… Вот здесь, например, нужно было сделать по-другому, мне кажется. Вот это мне неудобно. Для этого я делаю вот так. То есть он вам покажет, как уже без вашего продукта он пытается решить эту проблему. Поэтому вот это надо запомнить, что нельзя людям не тем показывать ваш продукт. Второе назначение прототипа – это для себя лучше понять свою идею и то, что… Ну, логику того, как будет работать ваш продукт, ваше мобильное приложение. Потому что у мобильного приложения есть одна большая особенность, что человек может легко запутаться в интерфейсе, если интерфейс очень сложный. И желательно начинать с очень простого набора экранов. В частности, почему происходит, что он запутывается? Потому что телефоном он чаще всего пользуется несколько секунд. Ну да, 30 секунд он, например, стоит где-то, вытащил, посмотрел. И если мы говорим не про игры. И чаще всего вот в этот короткий промежуток времени у него не запоминается вся идея, вся ситуация, в которую он погружен. И лучше вот прототипы, они позволяют продумать структуру навигации по приложению. Сделали прототип, показали, чтобы понять, насколько вы угадали с болью и с тем, как вы видите, что нужно решать. Вопрос дальше встает, а достаточно ли таких людей, у которых это боль? Вот тут в дело вступают два таких больших способа узнать. Первый – это официальная информация, второй – это полевые исследования. Официальная информация. Самый простой способ узнать, есть ли у вас эта боль – зайти в поисковик. Например, если мы говорим про Яндекс, то это будет wordstat.yandex.ru. Если это про Google, то AdWords, и посмотреть, какое количество поисковых запросов было на данную, на удовлетворение вашей проблемы. То есть, например, для того, чтобы, грубо говоря, узнать, что люди ищут списки студентов, которые записываются на тот или иной курс. То есть, вы через поисковик, поскольку это стало таким агрегатором всех потребностей, которые есть у людей, вы можете посчитать, какое количество людей этой потребностью озабочено и ищет что-то, чтобы ее решить. Потому что, на самом деле, потом вы сможете настроить рекламу на эти слова и посмотреть, сделав там простейшее приложение, посмотреть, насколько люди реагируют на эту рекламу и скачивают ваше приложение. Это понадобится вам потом, когда вы уже подойдете к запуску продукта. Второе большое – это полевые исследования. Это схоже с тем, чтобы показывать прототип людям, у которых есть эта боль. Единственный момент, что, ну, скажем так, найти одного человека, которому нравится продукт, наверное, иногда недостаточно, я бы рекомендовал, ну, хотя бы трех-пяти видеть. Ну, и поделюсь одним моментом, у которых именно эта боль, вот это очень важно, не просто «абы кто». Поделюсь одним моментом, касающимся понятности вашего приложения для этих людей. А когда вы даете это приложение тому, ну, этот прототип человеку, у которого эта боль, пожалуйста, не объясняйте ему, что это такое. Вот ни в коем случае просто. Потому что одна из больших ошибок, которые делают многие начинающие разработчики продуктов, это что они, когда дают вам ваш продукт, они начинают объяснять, что это такое. Первый вопрос, который я им задаю, очень простой. «Слушай, а когда твой клиент поставит этот продукт, ты будешь рядом с ним?» «Я». Я говорю, «А что ты мне тогда объясняешь?» Он «А, да, точно». То есть, когда человек поставит ваш продукт себе, вы не будете рядом с ним. И если он не понял из интерфейса, что вы сделали, какую боль он решает, то, значит, как бы у вас проблема. Если вы пять минут объясняете, что это за продукт, и при этом у меня все равно остаются вопросы, то, чувак, у тебя проблемы с продуктом или с интерфейсом, или с болью, которую ты решаешь. Поэтому очень важно не забывать об этом. Логичной эволюцией прототипа является так называемый MVP или минимально жизнеспособный продукт. В отличие от прототипа, это уже продукт. Это не статический, а реально работающий. Единственный момент, что он решает только одну самую важную потребность, ту боль, о которой вы написали, и которую вы пытаетесь решить. И поэтому минимально жизнеспособный продукт позволяет вам не делать всего того огромного количества идей, которое вам пришло в голову с вашими друзьями и коллегами, а сделать только то, что решает боль, и посмотреть, действительно ли оно удобным способом решает боль. Поверьте, мы допустили ошибку, когда мы сделали приложение, которое назвал один из американских изданий швейцарским ножом для путешествий. То есть, кто знает швейцарский нож, это куча разных составляющих, и нож, и вилка, и пилка, и ножницы, и вообще что угодно. Вот у нас получился такой продукт. И проблема в том, что когда слишком много функционала у мобильного приложения, то оно становится сложным. Его сложно разобрать, и вы не тратите на него очень много времени. А значит, скорее всего, когда вы его поставите и не разберетесь, вы уйдете из него. И вот сейчас там, например, мы идем, ну, уже долгое время идем к тому, что мы отрезаем функции, которые не нужны. Поэтому не сделайте нашу же ошибку, первую, это не сделайте продукт с кучей функционала, и только тогда выбрасывайте его на рынок. Лучше сделайте небольшой прототип, MVP, да, жизнеспособный продукт, это уже продукт. Он решает конкретную боль, и больше ничего. Дайте это на рынок, и посмотрите, как будет пользоваться. Поверьте, что есть такая картинка, как эволюция интерфейса Foursquare за все годы его существования. Очень рекомендую посмотреть, потому что там очень хорошо подсказывается, с чего начинался Foursquare. Это была просто кнопка check-in, ну, чтобы отметиться, где ты, в каком месте ты сейчас находишь, и список в очень кондовом интерфейсе, список, где твои друзья сейчас находятся. Все, больше ничего там не было. И тем не менее им пользовались. Тем не менее это было интересно. Поэтому тут очень важно понять, что ваш продукт, ну, то есть он решает только одну базовую потребность, особенно если это мобильное приложение. Очень важно понимать, каким образом люди будут использовать ваш продукт. И если вы делаете мобильное приложение, то при чем тут мобильное приложение? Давайте поймем, в чем разница между телефоном, например, и компьютером. Первая большая разница, что телефон всегда с вами, и это и плюс, и минус. В чем плюс? Он всегда с вами, он всегда может вам дать информацию в тот момент, когда вам удобно, в любом месте. В чем минус? Вы обычно не проводите в телефоне много времени. Поэтому это накладывает ограничения, допустим, на интерфейс, что телефон, когда я его вытаскиваю из кармана и смотрю, он должен очень быстро подгрузиться, мобильное приложение. Второе, оно должно дать мне только ту информацию, которая важна для меня. Посмотрите на операционную систему iOS 7. Они ушли от красивости в сторону только той информации, которая необходима. То есть фокус на информации. Поэтому интерфейс будет плясать от этого. И третий момент – это что у него есть геолокация, он может вам сказать о своем местоположении. Это играет большую роль. Примерно наше приложение «Up in the Air» для людей, которые часто летают, и не только часто, как выяснилось в итоге. Что мы сделали, когда мы проектировали это приложение? Когда мы путешествовали, записали весь свой опыт путешествия. Прямо по шагам. То есть там купил билет на этот, посмотрел, когда у меня вылет. Там смотрел, сколько осталось до вылета. Там посмотрел, во сколько отходят электрички до Домодедова. И, соответственно, купил билет онлайн на Аэроэкспресс. И мы по шагам описали, что мы делаем, когда летим куда-то. И, например, инсайт номер один был, который мы поняли, что в основном приложением нашим пользуешься до вылета, а не по прибытии. Соответственно, основной функционал сдвинулся в эту сторону. Второе, что по прибытии есть очень важная информация, как добраться до места, например, вашего пребывания и так далее. А в этот момент у вас нет интернета, значит, в приложении должна быть такая большая функция, как работа в оффлайн-режиме. То есть когда недоступен интернет, и чтобы путь от аэропорта до отеля сохранялся внутри приложения. Третье, что вы хотите знать о том, что ваш рейс задерживается или его вообще отменили заранее, например, до того, как вы выехали в аэропорт. Но в другой стране у вас может не быть интернета, поэтому надо предложить возможность оповещения по смс, потому что смс-ки всегда доступны, и вы получите их бесплатно на свой телефон. И пуш-нотификации уже здесь не решат ваши потребности. Поэтому один из хороших способов продумать, что вы делаете, это писать реальный жизненный пример, как вы делаете это или как вы решаете эту боль. А потом посмотреть, какие из этих точек вы хотите решить с помощью вашего продукта, и возможно у вас будет инсайт, как у нас, о том, какие функции важны, а какие совершенно не важны для вашего пользователя, для себя. Полевые вот такие изучения. Да, и второе, что мы сделали, это мы поехали в аэропорт и понаблюдали за людьми, которые сидят на копителе, что они делают, чем они занимаются, а почему этим, а не тем. Для того, чтобы понять лучше своего человека в момент пребывания в этом состоянии, в состоянии необходимости удовлетворить какую-то боль. Например, чат, то есть желание поболтать с людьми, которые тоже сидят, познакомиться с людьми, которые тоже сидят на копителе и, возможно, вы летите в одну и ту же страну, в один и тот же город, в один и тот же район. Такое желание есть, особенно высокое оно в накопителе. Есть потребность это делать, и вы вспоминаете, что она возникает только когда находитесь в этом месте, потому что наш мозг, он очень контекстуален. И нельзя, даже я когда был консультантом, есть одно правило консультанта, нельзя изменить компанию, не будучи в полях. То есть, например, мы начинали любой консалтивный проект, допустим, строительный магазин в Орехово-Зуево, 500 квадратных метров. Мы начинали с того, что мы работали в этом магазине и продавали двери. То есть я стоял, продавал двери людям, которые заходили, и тем самым вы лучше понимаете ситуацию, и контекстно вы понимаете, что важно, а что нет. И вот в этом сценарии использование помогает. По факту сценарий использования – это набор шагов с описанием, что вы делаете, когда, по мере решения той проблемы, той боли, которую вы хотите решить при помощи продуктов. Ну и последний аспект, который важно понять. Как я сказал, Sequoia Capital считает, что если нет подобных продуктов, которые решают эту проблему, значит, скорее всего, ваши проблемы надуманные. Поэтому, скорее всего, у проблемы есть конкуренты. И прежде чем делать прототип, нужно изучить этих конкурентов. Но, пожалуйста, сначала попробуйте сами набросать интерфейс. Только потом смотрите конкурентов. Почему? Потому что не захламляйте свой разум чистый с точки зрения решения проблемы тем наличием всех тех конкурентов, которые являются. Если бы Jobs захламил свой разум другими смартфонами, которые существовали, то мы бы имели iPhone с клавиатурой вот тут. И не имели бы touch клавиатуры. Поэтому сначала попробуйте подумать и набросать макеты, не прототип, а потом посмотрите конкурентов. Зачем смотреть конкурентов? Чтобы четче понять, что вы делаете. Чтобы ответить на вопрос, а чем я лучше, чем другие. Потому что именно это и надо позиционировать. И самое главное, чтобы понять, чем можно играть. Играть по сравнению с конкурентами можно обычно тремя вещами. Первое – это бизнес-модель. Например, существуют только платные приложения. Вы делаете бесплатную с возможностью внутри приобрести что-то. Вторая вещь – это вы меняете рынок. Например, это приложение заточено под узкую аудиторию. Например, людей, которые летают сто раз в год. А вы решили сделать продукт, решающий примерно такую же потребность, но для людей, которые летают всего два раза в год или четыре. То есть большинство людей в мире. То есть вы можете поменять людей. И третье – вы отличаетесь в технологии. Это подразумевает интерфейс. Иногда основная идея, что вы по-другому решаете проблему. Например, сначала вы подкладывали под шатающийся стол меню, а теперь стали подкладывать специальную штучку под шатающийся стол, сделанную из пластмасса. То есть вы каким-то технологией решаете другую проблему. Смотря на конкурентов, вам легче понять, в чем вы можете придать инновацию. Вам легче объяснять другим, что это такое. Один из хороших советов, который дают на питчах, то есть на мини-презентациях вашего продукта – это сравнить свой продукт с другим и сказать, в чем он отличается. Почему это делается? Во-первых, оно дает посыл, что эта проблема не надуманная. А второе, одна моя знакомая один раз сказала замечательную фразу, что информация появляется только в сравнении. То есть человек может понять, что что-то маленькое или большое, только если два предмета ему показать. Поэтому если показать конкурента и показать, чем вы отличаетесь, так мне лучше понять, кто вы, что вы и зачем вы. Если вы мне в вакууме показываете, то мне очень сложно понять, это хорошо или это плохо. Только в сравнении возникает информация. Для этого нужно изучать конкурентов. Итого, за эту передачу мы поговорили о таких вещах, как найти идею. Основной момент – или вы решаете боль, которая есть, или следы которой, которая вам пришла в голову, искать, что она у вас есть, или следы, которые вы нашли у других в реальном мире. Второе, что вы делаете прототип – это не продукт еще, это способ показать, проработать для себя интерфейс и показать людям, насколько это решает их боль. Третье – это проверка идеи, то есть полевые исследования или официальная статистика. Четвертое – это минимально жизнеспособный продукт. Это уже продукт, решающий только базовые потребности. И вот у него вы смотрите показатели возврата или ретеншн на следующий день или через 7 дней. Ну и последний момент – это конкуренты. Вам нужно понимать ваш конкурент, чтобы четче понять, что вы делаете, спозиционировать это и, возможно, понять, в чем добавить инновацию в вашем продукте. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...